А вы знаете, что ли это? Футбольный клуб Уфа в очередной раз прибыл в славный город Перми. По традиции не обошлось без небольшого приключения. Проспал Фримпонг и пришлось чуть-чуть задержать самолет. Но все обошлось и наш английский легионер прибыл в Пермь вместе со всеми ребятами. Сегодня Фримпонг опоздал на самолет и, как выяснилось, позже он еще забыл свои бутсы. Расскажи, как ты ему помог выйти из этого положения? Ну, вкратце, если рассказать, то сразу после того, как мы прилетели в Пермь, сразу же с раба самолета мы сели в такси и поехали искать здесь более или менее хороший фирменный магазин, чтобы купить ему бутсы. Вот, мы приехали, обошли несколько магазинов в торговом центре и купили более или менее нормальные бутсы. А когда вы успели? Мы же сразу с самолета поехали на тренировку. Ну, пока автобус с игроками грузился, то есть там багаж туда-сюда, мы уже были в пути и ехали. Ну, плюс торговый центр отказался недалеко от стадиона. Да, естественно, такси. И произошел очень забавный момент. Увы, не получилось это, конечно же, заснять, очень обидно. Я думаю, многие помнят серию фильмов такси, про такого экстравагантного водителя такси, как бы. И там была ситуация с знаменитым футболистом Джабриэлем Сесе, когда он тоже опаздывал на футбольный матч, на боготворительный, и переодевался уже в такси. И таксист его подвез прямо на поле. Вот у нас произошла примерно такая же комичная ситуация. Мы купили бутсы, и чтобы Эммануэль не опоздал на тренировку, он начал переодеваться прямо в машине такси. И при этом, то есть, мы с ним, конечно, разговаривали, и это было очень забавно. Я ему еще говорил, ты помнишь этот фильм? Он, увы, не видел этот фильм, поэтому не получилось завязать на эту тему именно разговор. А так вот очень забавная такая ситуация. Команда. Команда там. Ты почему сегодня опоздал? Бутсы. Бутсы? Ясно. В них так и приехал. В такси. В такси, п***ь. Прома. Давай, там. Давай, пока. Состав у уфимцев почти тот же. Единственное изменение. Вместе с нами пролетел Антон Килин, который очень хорошо зарекомендовал себя в последних матчах за молодежный состав. Если говорить об общем настрое команды, то, конечно, положительным образом сказалась информация о том, что матч с Мордовией уфимцы проведут дома на стадионе Динамо. Это уже будет 4 мая. В общем-то, настроение приподнято. Все соскучились по своим болельщикам. И надеюсь, что это действительно будет большой праздник футбола. Один. 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 Если же говорить о завтрашнем матче, то вряд ли стоит ожидать даже того количества болельщиков, которое было на игре Уфы и Локомотива. Ну, в первую очередь, конечно, это время проведения игры. Три часа дня в будний день. Ну, я не знаю, это нужно быть действительно большим любителем футбола для того, чтобы прийти на игру чужой для тебя команды. Я имею в виду команды из другого региона и поддержать ее. Ну, посмотрим, сколько таких людей живет в Перми. То есть Уфа тренируется перед тренировкой основной команды в Перми. Видите, ребята очень тепло встречают друг друга, здороваются. Ну, в принципе, практически мы уже стали клубами-побратимами. Сказки рассказывают.